Благоустроенный скверик, набережная, смотровая площадка. Рядом на детской площадке играют малыши. Сегодня это любимое место отдыха жителей поселка Южный. А еще пару лет назад картина была совсем иная. Этот сквер был запущен очень сильно. На берегах здесь столько было мусора в этих лощинах. Сделали, конечно, хорошо, все прекрасно. Укрепили берег. Сквер вот этот вот сейчас обиходили, сделали очень хорошо. Лавочки. Однако мусор был меньшим из зол. Из-за грунтовых вод и подмыва рекой Волга склон медленно уходил в воду. После оползня расстояние до ближайшей дороги стало всего 4 метра. Причем в зону разрушения попадала и жилая застройка. Дома, где проживали порядка 250 человек, здания профилактория и санатория. Берег решено было срочно укрепить. Первоочередные меры приняли городские власти. Основную нагрузку взял на себя областной бюджет. Теперь территория полностью безопасна. Угроза обрушения исключена. Жители довольны новым сквером. Однако после масштабных работ всплыли и недостатки. Изменилось, конечно, в лучшую сторону. Постарались. Спасибо от жителей, от мам, от бабушек. Ну, недоделки есть, которые хотелось, чтобы устранили. Сделали вроде бы все для нас. Спасибо, хорошо. Но мы остались без пляжа. Теперь жителям Южного не хватает пляжа и лодочной станции. Ответы на актуальные вопросы горожане услышали на встрече с губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным, депутатом Госдумы Александром Хинштейном и главой администрации Самары Олегом Фурцевым. Проблему с пляжем, который волнует жителей, решат, скорее всего, за счет свободного берега, который сейчас находится в аренде участников. Для местных рыбаков оборудуют и лодочную станцию. Первичные интересы в данном случае. Люди. Если людям нет места совсем, значит передвигаемся. Или мы тут что-то сделаем такое, где в одном месте, во втором месте был бы обустроен пляж. Вот так. Пляж. И лодочную станцию обещанную мы дооформим. Будет пляж. Жители обсудили с губернатором и другие вопросы. К примеру, нехватку в поселке продуктовых магазинов, капитальный ремонт домов и даже вопросы воспитания молодого поколения. Вы знаете, я вот живу на Южном с 92-го года. И первый раз к нам приехал губернатор за все это время. Разрешите, я пожму руку вам за то, что вы такой хороший хозяин Самарки. За то, что действительно вы делаете, делаете для нас все. Судя по Мордовии мы знаем, какой вы хозяин. Судя по Мордовии, да-да-да, точно. И дай бог вам долгих-долгих жизней. Он же не Мордовский, а наш Самарский хозяин. А это наш Самарский стал. Его не отдать. Люди в Южном активны и готовы работать на благо своего поселка. Совместно с властью его удастся сделать красивым и благоустроенным. Как пример, современное футбольное поле, построенное в Южном. Здесь растят новое поколение чемпионов. Недаром Соколята говорит о своей команде тренер. Юные футболисты из Южного делают большие успехи. А вскоре после тренировки смогут поплавать и отдохнуть неподалеку на благоустроенном пляже. Марина Кравцова, Станислав Левин. События.